Пророк Осия, 13 глава, 14 стихом, провозглашает от имени Бога. От власти ада я искуплю их, и от смерти избавлю их. Смерть где твоя жала? Ад где твоя победа? Раскаяние в том не будет у меня. Так говорил Господь Бог Саваоф. И так оно совершилось, братья мои и сестры, дорогие друзья, в Иисусе Христе, потому что это было намерение Господнее. Только Бог силен, только Бог имеет власть сохранить, защитить и избавить детей от власти ада. А что такое власть ада? Я думаю, каждый из нас пережил уже, живя прошлой жизнью. Потому что мы убежали с Божьей помощью, освободились. Потому что жизнь была горькой, Господи. Под властью фараона была тяжелой и горькой жизнью, Господи. И там мы детей теряли, и там мы не имели ни радости, ни утешения, ни надежды. Но Господь сильную рукою Своей, сильную властью Своей, по великой любви Своей, избавил народ Свой. Это его обетование. Бог бодрствует над Словом Своим, брат и сестра, и дорогой друг. Поэтому я думаю, сегодня радость в Иисусе Христе, она непременно должна изобиловать в сердцах наших. Почему, Господи? А потому что мы видим избавление Твое, которое пришло в мою жизнь, Господь. Почему мы должны радоваться и торжествовать? Потому что избавлены от власти ада. Господи, уже власть ада не имеет власти над нами, потому что Ты принял нас в Свою власть, Господь. И хорошо жить под властью Господа. Хорошо, когда Господь управитель жизни Твоей, брат и сестра, и дорогой друг. Когда Он распоряжается, когда Он указывает Тебе, когда Он наставляет Тебя, когда Он поддерживает Тебя. Когда Господь из любви все это делает, а ад из ненависти все это делал к душе человеческой, а люди не разумеют Тего. Как прекрасно находиться в любви Господней, брат и сестра. И дальше, конечно, слово Господь говорит, я избавлю от смерти Тебя. Потому что все, рожденные от Адама, они рождались в смерти. Почему в смерти? Это отделенность от Господа. Отделенность от жизни – это отделенность от Господа. Потому что если нет соединения с Господом, там нету жизни, брат и сестра. Адам был изгнан от Бога, поэтому он был мертвый. Он был вдали от Бога. Он повернулся спиною теперь и ушел, и ему было препятствие теперь вернуться к этой жизни. Иисус Христос, когда воскрес из мертвых, Он открывает. Открывает дорогу в присутствие Господа, братья мои, сестры. Потому что Он говорит, никто не придет к Отцу, как только через Меня. Я думаю, мы порой забываем самое главное, друзья, что Господь сделал до нас. Забываем. Я говорю это, я про себя это говорю. Потому что если бы мы помнили, что для нас открыто сегодня, Господи, то бы мы, наверное, поторопились туда. Поторопились в присутствие Бога. Потому что Он говорит, я открыл тебе присутствие Бога. Ты сегодня можешь войти в присутствие Бога. На этом месте, в собрании ты можешь прийти в присутствие Бога. Когда ты, исполненный Духом Святым, пойдешь домой по дороге, ты можешь иметь присутствие Бога в жизни своей. Потому что Господь для этого и совершил эту величайшую жертву, чтобы тебе, брат и сестра, и дорогой друг, и мне открылись двери к Отцу Небесному. Та завеса, через которую только священник раз в году мог через определенное очищение войти в присутствие Бога. Боже Святой, Ты нам открываешь ее, чтобы мы постоянно пребывали, Господи, в общении с Тобою. Прости нас, Господи, что мы так редко бываем в этом состоянии, что так стремимся обрести что-то от Тебя в этой жизни, чего-то достичь в этой жизни. И так мало, Господи, мы стремимся к тому, чтобы войти в Твое присутствие, исполнившись Духом Святым. Давайте искренне перед Богом скажем, Господи, мы желаем присутствия Твоего, мы желаем войти в Твое присутствие, исполняться Духом Твоим животорящим, потому что в этом есть смысл, друзья, в этом есть победа, в этом есть защита, друзья мои дорогие. Только в этом присутствии к Господням можно обрести ту силу, то помазание. И те плоды, которые Господь сегодня желает видеть в Церкви Своей, невозможно без присутствия Бога, силою воли, старанием каким-то достичь этого. Вы знаете, одно только должно быть условие, быть действительно привитым к Богу. только, чтобы душа была привита к Богу. Скажите, виноградной лозе много надо сил тратить для того, чтобы принесла она плод? Знаете, какое одно условие должно быть? Быть просто привитым к Нему, чтобы не надломленным быть, чтобы не где-то отсеченным быть, а чтобы принимать ту жизнь от Бога. Это единственное условие, которое Господь желает, чтобы оно было у нас сегодня. Господи, чтобы жизнь Твоя, она могла течь в меня, Господь. Чтобы Твое, Господи, все Твое, оно пришло ко мне. Прибудьте во мне, и я в вас, так говорит Господь. Как нам сегодня в это последнее время, а мы понимаем, что мы живем в последнее время, что время очень коротко, Господи, и Ты желаешь, чтобы Твой народ, он жил жизнью Твоею, чтобы смерть уже не имела власти, уже не над каждой душой. Поэтому, насколько нам важно в это время последнее прилепиться к Господу Богу, искать Его лица, наполняться им, дышать им, друзья, утешаться Богом, потому что Он действительно любит, действительно желает, чтобы церковь Его, она наполнилась им, Богом, потому что в Нем истина, в Нем жизнь, и Он есть путь, Сам Господь. Вы знаете, Дух Святой действительно, братья сегодня так акцентировали, что насколько важно сегодня быть в руководстве Духа Святого, потому что Он действительно... Но я хочу одну мысль подчеркнуть, друзья, очень важное, что Дух Святой, Он всегда будет наклонять нас к страницам Писания, Господник, всегда. Он будет наклонять сердце Твое, открывай, дорогая душа, Слово Мое, и Дух Святой желает открывать Божье Слово, то учение Иисуса Христа, это единственный путь, которым Господь желает вести свой народ. Это единственное то основание, на котором можно полагать свою судьбу, друзья, можно устроять жизнь свою. И в Духе Святом, конечно же, тогда придет полнота, придет полнота, как в твою душу, как в твою жизнь, так придет полнота и в Церковь Господнюю, если действительно мы будем основанием жизни своей, полагать на учение Иисуса Христа, и будет краеугольным камнем этого основания, сам Иисус Христос. Я думаю, эти последние дни, я не ошибаюсь, друзья, что это действительно мы живем в последнее время, в последние дни, потому что Слово так Господне говорит. А у Господа, вы знаете, время свое, оно наполняется. У Него все мерам, числом и весом. И молитвы Господь и Бог мой, народа своего, конечно же, Он в эту чашу наполняет ее. И если мы ревнуем о Церкви Господне, Господи, мы так желаем, Господи, чтобы Твоя слава была явлена в Церкви Твоей. Мы так желаем, чтобы Твое присутствие было в Церкви Твоей, Господь. Чтобы через нашу жизнь приходили еще люди, не знающие Тебя, то мы молимся, ревнуем об этом. И Бог видит ваше сердце, братья мои, сестры. И Господь, конечно же, в свое время непременно, Он будет отвечать. Но очень важно, чтобы этот свет, чтобы эта истина, присутствие Божье, оно было в нашей жизни. Потому что, если только этого не будет, если только где-то мы желаем каких-то дел, но сами не обновляемся, сами не изменяемся, то будет, знаете, оно, движение очень слабенькое, очень слабенькое движение. Поэтому, пускай Господь положит нам на сердце благодарить за то освобождение, благодарить за ту жизнь, потому что Он говорит, где Твоя победа, А? Конечно же, сегодня ад еще имеет власть свою, имеет силу свою, но только не над народом Господним, друзья. Но только не над народом Господним. Потому что народ Божий, он сегодня находится во власти Господа Иисуса Христа. Пересмотрим свою жизнь, пересмотрим свое сердце, пересмотрим свои намерения, свои ценности, пересмотрим, Господи, потому что только в Тебе спасение, только в Тебе жизнь. Да будет благословенно имя Господне. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok